Сардана Афксентьева, бывший мэр Якутска, а ныне депутат Госдумы, выразила свои серьезнейшие сомнения по поводу необходимости введения QR-кодов, вот этих вот товарных меток, которые уже применяются к человеку. Сардана Афксентьева сообщила, что сама она вакцинирована, но вместе с тем она считает, что вот эти QR-коды неправильны и не нужны людям России. Полностью поддерживаю госпожу Афксентьеву, искренне и глубоко, и гораздо более глубоко, серьезно и радикально готов высказываться по поводу вот этих вот начертаний зверя. Впрочем, поговорим мы сегодня с вами не только об этом. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого ролика, если решите поддержать мой труд, независимого журналиста, развлекателя вашего, просвещать я правов таких не имею, и Вестника. А вообще вот это вот просвещение, вот я взял и написал там 50 занимательных уроков английского языка. Это ведь просвещение? Это что же, я теперь должен у каких-то тварей в шелковых брюках спрашивать разрешение публиковать мне свои уроки английскую или нет? Они вообще там офонарили, что ли? Конченые твари. Прости меня, грешного Господи. Вот, что ж, дорогие друзья, хочу вам сказать, что блогера Михаила Алферова признали виновным в оправдании нацизма. Нормально, бодрые ребята. Дали ему два с половиной года запрета на использование сети интернет и так далее. Ну, то есть ему заткнули рот на два с половиной года. Вот, одновременно с этим дали ему, по-моему, тысячу часов исправительных работ. Но это он должен будет ходить куда-то и что-то там делать. Михаил, выражаю искреннюю поддержку, слава Богу, что на свободе, не вешай нос. Друзья, те, кто живет в Кемерово, поддержите Михаила морально. Подойдите хоть, не знаю, руку пожмите, если вы там не все там эти трусы. Вообще хватит трусить, такое свинство. Кого вы боитесь? Да вы посмотрите на них. Вот Наталья Поклонская внезапно взяла и выступила, отожгла за запрет QR-кодов, ну, против QR-кодов и так далее и тому подобное. Да, это, конечно, замечательно. Молодец Наталья Поклонская. Да, то, что она в эту же сторону стала двигаться, это хорошо. Спасибочики большое. Доверие к госпоже Поклонской у меня лично не прибавилось ни на один миллиметр и миллиграмм. Вот. Не, но пускай все, кто против этого замечательно, давайте говорите, объединяйтесь, пробуждайтесь, люди. Поймите, это неприемлемо. Они используют окна Авертона. Используют их так искусно, что еще немного, и вы собственных, не знаю, младенцев кушать будете. А ужас в том, что мы уже их кушаем. Да-да-да, ХЕК 293. Human Embryonic Kidney. Это пищевая добавка. Это почка зародыша человека. Вот так вот, как это переводится. Добавляют это в газированный напиток, один коричневого цвета. Вот. Не буду произносить название, хотя это все открытые данные. И так далее, и тому подобное. Вот в каком мире мы живем. Вот дивный новый мир. Да. Как его там, Олтен Хаксли, что ли. Вот. И хочу вам сказать, что на самом деле, дорогие друзья, происходят события вот у режима, которые заставляют режим трепетать и принимать несвойственные для них меры. Так, вот этот вот, чье имя нелицеприятно произносить вслух, повысил прожиточный минимум. Но он предложил поднять, значит, они согласовали, решили до 12 654 рублей. Соответственно, МРОД вырастет до 13 890 рублей. Это, а не так, пытаются бороться с инфляцией. Продуктовую инфляцию Эльвира Набиулина заметила и назвала уже двузначной. Кроме шуток. Потому что, видите они, как делят инфляцию? Инфляция, оказывается, у нас разная. Такая многополярная. Вот, для совсем уже нищих, интересно только инфляция с едой. А нищих у нас большинство сейчас. И мы вот влачим, влачим это существование, влачим. И вот инфляция на пищу стала двузначной. И инфляция на строительные материалы дико растет. Инфляция, ну, рост цен огромный. Растет, собственно, все, на самом деле. Они так пока что пытаются. Вот этот меньше растет, это больше растет. Микшируют реальность. Вот, вот это вот. А тут у нас это ничего. А у вас в Америке афроамериканцев линчуют. И так далее, и тому подобное. Вот. Между тем, хочу сказать, что, хотя и не доктор экономических наук, и не Делягин какой-то, но я хочу сказать, что меры эти все равно, что, не знаю, пудрой для лица, а обрушающийся фасад дома пытаться это подрихтовать. Вот, потому что крохотное совершенно повышение подачки, которые скажутся даже не столько на росте пенсий, там, пособий и так далее, которых и так, на самом деле, все меньше и меньше, сколько скажутся на еще большем росте инфляции, штрафов и поборов. Потому что штрафы у нас привязаны к чему? К мротам, к мротам, к мротам. Да, 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 да. И вот эта кажущаяся подачка, вот даже вот хоть какое-то с барского стола, это на самом деле, дорогие мои друзья, еще к большему злу приведет. Потому что руки Кащеевы, понимаете? Руки Кащеевы. И все, что с нами происходит, можно назвать двумя словами план Кащея. И Кащеем я не персонифицирую вот этого вот Гарцуна. Кащея это вот вся эта система, система Кащея. Да, вот такие дела. Что ж, хочу добавить интереснейшую новость, дорогие друзья. Вы когда увидите этот ролик, уже будет в разгаре самое длинное за 150 лет лунное затмение. И вот это затмение в астральном, в таком звездном плане обнулит по-настоящему многое из того, что они делают. И многое из их лжи. Потому что Луна это селена у древних греков, к примеру, считалась богиней лжи, коварства и обмана. Вот так вот. И по совпадению сегодня Луна у нас полная. Так, сейчас я вам скажу. С 15 века самое продолжительное лунное затмение. 3 часа 28 минут. Оно продлится. С 10 часов 20 минут до 13 часов 48 минут по московскому времени. К сожалению, у нас над Москвой, над Клептосом сейчас облака. Это такое прямо одеяло облаков. Но затмение, поверьте, ощущаться будет. Вот. Такие вот дела. И продолжают, продолжают они давление, продолжается безумие. И Ангела Меркель, до сих пор руководитель Германии, канцлер, сообщила, что невозможно встреча в нормандском формате, нормандской четверки, так называемой, чтобы снизить эскалацию Украины с Россией, потому что российская сторона не хочет такой встречи. И знаете что, дорогие друзья, не знаю, что это вот запахло, как на поле боя после боя. Я говорю вовсе не о границе России и Украины, а говорю о месте, которое совсем недалеко от меня. Ну да ладно. Вот. Почему они не хотят такой встречи? Почему Москва на самом деле последовательно продолжает эскалацию ситуации и с Украиной, и с Европой? Нагнали огромное количество так называемых беженцев из Ближнего Востока, которые осаждают границу с Украиной. И на самом деле, на самом деле, с Польшей, простите, и на самом деле никакая не Польша нарушает права человека в отношении этих так называемых беженцев. Прости, Господи, от кого и от чего они бегут? И те, кто бегут, вот эти беженцы, они как бы люди-то не бедные, они ходят по Минску, у них на самом деле пачки наличных денег, и бедные минчане давно такого не видали. Это развлекуха, да? Их используют как военный десант какой-то. Понимаете, зачем режиму эскалация конфликта? Если даже влиятельное издание Блумберга устами Бершацкого, своего там журналиста, заявило, что если начнется вторжение Эрафистана на Украину, это убьет Северный поток-2. И поверьте, убьет точно, как Южный поток в Турцию газ собирались поставлять и за свой счет строили. Это же кто? Вот каким словом можно назвать вот этих вот, нехорошим словом, вот этих вот деятелей энергетической отрасли? Дамочки ходят все расфуфыренные на помажные в мехах, мужики все отожранные, корку жрут, рибай-стейки и так далее, и прогаживают все, что можно. Прогажен азербайджанский газ, он идет через трансанаталийский газопровод. Южный поток, аэроджептайпыч и Эрдоган просто поиздевался, поиздевался над этим Газпромом и прочими, в пустую сотни километров труб брошены. Вот, а теперь они прогадят и Северный поток. Что это? Действительно, я вчера с Марком Гальпериным беседовал, прошу прощения за качество звука, дул очень сильный ветер, прям действительно так вот подсдувал. Я виноват, надо было нам как-то прикрывать ладонями или уйти в другое место. Вот, простите, пожалуйста. Так вот, мы беседовали, я задал ему вопрос, как вы считаете, они злонамеренно вот так вот все пакостят, хотят после себя руины оставить? Или же они просто рукопопые? И он сказал, нет, не считайте их глупцами. Но в то же время Марк не стал говорить, что они злонамеренно хотят все уничтожить. Он сказал, их главная цель – личное обогащение. Тут наши с Марком взгляды расходятся, потому что я полагаю, что дело идет не о каком-то банальном грабеже России. Нет, Русь нашу убивают целенаправленно. Это мое сугубо личное мнение. Я, безусловно, с уважением прислушиваюсь к каждому из своих собеседников и каждый высказывает свою собственную точку зрения. Этим и цена свобода слова. Вот именно поэтому я, не знаю, я готов дать площадку практически для любого из тех, кто пожелает говорить, если будет человек приличный и будет он интересен. Вот такие дела. И хочу вам сказать, дорогие друзья, что пока этот пир гребаных крыс продолжается, мы вымираем быстро и активно. Происходит замена населения. Территория нашей страны загаживается все больше и больше. Они продолжают возить сюда радиоактивные отходы со всего мира. Превратили страну в свалку. Желатели набить свои карманы, мошну свою набить. Погонь. Прости, Господи. Тут такая штука получается, что как бы, как ни крути, если ты хочешь набить свою мошну, но при этом делаешь это за счет уничтожения собственной родины, как ни крути, ты становишься врагом родины, что ли, изменником, предателем родины. Это страшные слова. Это страшные слова. И я лично никого не осуждаю и не сужу и не хочу судить. Я просто хочу, чтобы те из упырей, кто все-таки еще способен думать, потому что там есть такие, которые думать уже не способны. Действительно, ну, не люди. Просто утонувшие в роскоши конченые твари. Если же вы все же не такой, у вас есть еще разум, метущаяся душа, подумайте, какую пользу вы могли бы принести стране, вымирающему народу. Помогите кому-то из части этой народа, из части нашего народа, этого народа, кому-то, кому плохо и кого вы увидите. Помогите. Вообще, нам необходимо объединяться всем, вне зависимости от каких-то расхождений во взглядах, потому что ситуация не близка к катастрофе. Мы просто в середине катастрофы. А то, что большинство из нас не видит этой катастрофы, заколдовали нас, что ли. Ну, что ж, пользуясь лунным затмением и полномочиями, данными мне званием Вестника, я попытаюсь вас расколдовать еще раз. Не вас, дорогие зрители, вы-то уже расколдованы. Расколдовывать мы с вами будем всех остальных. Пробуждайтесь. Что ж, подписывайтесь, дорогие друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описании этого ролика, чтобы поддержать мой труд. Я в этом реально нуждаюсь, потому что я сам по себе, и вот чем мне люди помогают, тем я пользуюсь. Вот микрофон мне добрый человек дал. Ну, звук все равно лучше, но да, да, дикая промашка. Я надеюсь, что Марк Гальперин не откажется дать мне еще раз интервью. Ну, не интервью, а побеседовать. Вот. И просто мы сделаем это в менее ветреном месте. А ведь он меня предупреждал, говорил, там ветер дует. Место такое странное. Это зарядье. Вот это дугой, такой полумост над Москвой рекой. Знаете, что я вам скажу, каждый раз попадая в новое место, в новую пространственно-временную координату, человек испытывает, ну, трансформацию. Да, кроме шуток. К примеру, ставят новый дом на пустыре, где раньше никогда ничего не было. И на 25 этаже появляется квартирка. И туда селится парень с девушкой, к примеру. Они ложатся спать, и в первую же ночь им приснится такой сон, который стоит запомнить. Потому что они впервые в истории человечества оказались в таком месте. Понимаете? Вот так. Что ж, желаю вам всем доброго дня, дорогие друзья, хорошего настроения. Будем на связи. Ну, буду продолжать трудиться, пока смерть не разлучит нас. Ха-ха-ха-ха-ха. Я вас люблю. Доброго дня.